Не справился с проводами? Отматывай. Срок. Суд озвучил приговор бывшему заместителю директора завода «Автопровод». За получение взятки руководитель Ищучина получил 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Решение уже вступило в законную силу. Напомним, замдиректора задержали в феврале этого года. Взяточника остановили в столице с поличным, когда тот приехал на сессию освежить знания, а заодно и поправить материальное положение. Теперь 6 лет студента ждет совсем другой учебный план. Продолжит тему Александра Штемплевская. Не каждый день под ногами вот так найдешь почти 14 тысяч долларов. Именно такую версию для оперативников подготовил бывший заместитель. Знал, что крупная сумма денег в кармане вызовет вопросы. У меня цели для вас приметы, драгоценности, ценности, различные наркотики, оружия, запрещенные к обороту или ДВТ-бресту. С таким везением 44-летний студент сдал бы любой зачет, но экзамен на чистую перед законом совесть провалил. У оперативников службы БЭП еще с декабря была информация, что экзаместитель собирается провернуть не совсем чистую сделку. На заводе задержанный курировал вопросы сбыта и поставки продукции. Вот и решил поставить многомиллионную партию кабелей по заниженной цене. Он заключил контракт на поставку продукции завода с российским субъектом хозяйствования. При этом он существенно занизил стоимость данной продукции и для себя в качестве вознаграждения потребовал 3% от суммы сделки. Впоследствии данное должностное лицо было задержано с поличным при получении взятки в размере 13 800 долларов США сотрудниками службы БЭП города Минска и спецподразделения МАУМАЗ. Размер взятки в 13 800 долларов подпадает под особо крупные. Это значит, бывшему топ-менеджеру грозило до 15 лет тюрьмы. По решению московского суда столицы, экзаместитель проведет в колонии усиленного режима 6 лет и 6 месяцев в качестве неприятного бонуса конфискации имущества. Сам осужденный не был согласен с таким решением суда и подавал кассационную жалобу. Тем не менее, приговор оставили без изменений. Вердикт уже вступил в законную силу. Это значит, что повышать квалификацию экзаместитель директора продолжит уже по другой программе. Александра Штемплевская, Эрик Андрей Шостакович, Зона Икс.